Не выигрывали московский этап гибротуры, ни разу не были вторыми, пять раз третьими, то есть выступали, прямо скажем, неудачно. И давайте стартовые изменения я вам представлю. У нас на площадке звено Кайгородова, по краям Морозов, капитан команды и Зарипов, в обороне Никулин и Белов. У шведов на льду звено Сьогрена, по краям Даниэльсен и Эриксон, в обороне Петрашек и Фенхоль. Опять же, знакомые все лица, в Минске мы с вами встречались. Это к вопросу о представительстве КХЛ. И Петрашек один из самых опытных. Постарше него Юхансон. Магнус Юхансон является капитаном. Это к лучшему, потому что продолжают болельщики заполнять трибуны. Вижу я прогаленный, вижу я свободное сидение, но может быть, ко второй двадцати минутке удастся заполнить мега-спорт-арену. Все-таки у нас люди привыкли в последний момент приезжать, по всему прочему, пробку. И замечательный трофей, за который будут биться хоккеисты. Мы привыкли говорить, что этапы Евротура – это подготовка к основному турниру, мировому первенству или даже к Олимпиаде. Это раз в четыре года бывает. Но скажу я вам, что сегодняшние составы язык не повернется назвать экспериментальным. Потому что у сборной России самое что-то есть – боевой. Есть несколько хоккеистов, которые могли бы поучаствовать в сегодняшнем турнире. Но из-за травм и из-за других проблем не смогли выйти на лед в мега-спорт-арену. Вот, в частности, Евгений Набоков должен был защищать владение российской команды. Но вы, наверное, знаете о том, что он ростов. И Павла Дуцука, которого поставил в буквальном смысле слова на Крепунов, травмированный, взял в команду. Так что давайте о людях, только хорошее. И сейчас хороших слов заслуживает десятый номер сборной России. Сергей Мазяки. Открывающий счет за три минуты до завершения первого периода. Очень нужный гол. Радулов отличный перевод сделал на левый край атаки. Кистевой бросок застает врасплох Стефана Лива, который перемещался из одного угла в другой. В плечо попала шайба и срикошетила в ворота. Большинство шведов. И шведам удается сделать то же самое. Была быстренько разыграна шайба. И Томберг сравнивает счет в матче. Прошу прощения, Нельсен сравнивает счет в матче. Бросок от синей линии. Магнус Юхансона. Обивает шайбу у Кошечкин. Персон. Так, Персон отличился. Все правильно. Томберг создавал помеху на пятачке. Забил Персон. Нет, ну эту шайбу шведы должны забрать. Смотрите, Экольм в борту чуть не допустил ошибку. Перенуждал его ошибиться Горовяков. И в итоге шайбу у Афиногенова. Афиногенова. Гол! 2-1. Сборная России выходит вперед. Вот так и нужно. Реагировать на неудачи. Неуверенно действовал Матиас Экхольм. Что я сразу отметил. И в итоге не смогли шведы вывезти шайбу из своей зоны. Перехват и бросок Афиногенова. Умница. Из-под защитника бросил и добился своего. И снова момент у нашей команды Морозов. Морозов 3-1. Причем вот какая интересная история. Сейчас Перморц выпустил на площадку то звено, которое отличилось в большинстве. Звенок Персона. И в итоге оно не сумело справиться с первой и четвертой сборной России. А если конкретизировать, с Алексеем Морозовым, который послал шайбу между щитков Лива. Ливен, кстати, пятый вратарь Континентальной Хоккейной Лиги по победам на данный момент. Десятки по коэффициенту непробиваемости. То есть во многом благодаря его успешной игре, Сибирь сейчас среди лидеров Континентальной Хоккейной Лиги. Команда серьезно прибавила по сравнению с предыдущим сезоном. Стремительно развиваются события после перерыва. Мне кажется, шведы не ожидали такой прыти от россиян, пропустившую шайбу на первой минуте. Только я сказал о том, что события развиваются стремительно. И еще один гол. Совершенно необязательный. Отличился Даниэль Фернхольм. Взрывают исключительно хоккеисты Континентальной Хоккейной Лиги в сегодняшней встрече. Радулов не успел накрыть защитника. И отмечу великолепный пас Мелина. Тем более, что шведы доминируют. Конблат неудачно сыграл. И гол. В тот момент, когда оштрафованные хоккеисты вышли на площадку, мы пропустили. Да. Реализовали шведы большинство. И зарит тоже может выйти на лед. Гол назревал. Я думаю, что вы согласитесь. Обросил Эриксон. Задела шайба Варга или нет? Так что она влетела в дальний угол. И 3-3. Почему-то счет на табло только сейчас изменился. Неприятно, но нужно эту неприятность пережить. И нужно... Но не раскисать. Продолжать давление на ворота соперника. И гол! Николай Белов подключился к атаке. И на пятнадцатой минуте третьего периода выводит Россию вперед. Классная получилась атака. И хочу отметить. Защитник нашей сборной рискнул. Это очень важно. Это очень важно, что хоккейсты не боятся брать инициативу на себя в решающие мгновения матча. И хорошо вывели на бросок 44-го номера. Морозов и Кайгородов. Выдение площадки у Кайгородова восхитительное. Увидел он подключение защитника и мгновенно отреагировал. Вот выход на пустые ворота. Можно забивать. Что и делает Зарипов. 5-3. Сегодня первое звено. Удачно сыграло. Морозов забил. Сейчас Зарипов. Ну и Белов опять-таки забросит четвертую шайбу. Три гола на счету первого звена. Четыре секунды необходимо доиграть. Шведы раздосадованы. А мы реваншировались за поражение на Карелла Кап. Тогда мы уступили со счетом 2-3. Сегодня выигрываем 5-3. Преимущество в две шайбы. Ну, давайте объективно посмотрим на события. На протяжении большей части матча мы имели преимущество игровое. В третьем периоде инициативу членов отдали. Подопечные Фера Морца проявили характер. Были в роли отыгрывающей со стороны. Но сумели счет сравнять 1-1, потом 3-3. Но мы дожали оппонентов. Дожали оппонентов. И местами продемонстрировали хороший, качественный хоккей. И главный результатив. 5 заброшенных шайб. Ничего подобного на Карелла Кап не было.